Продолжение следует... 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 Хотя ничего в этом хорошего нет. Но объективность сегодня такова, что это лучше, чем тратить, как в черную дыру, бросать все ресурсы страны на войну. А мы же говорим о чем? Что реальный уровень жизни падает, ситуация в социальной сфере очень сильно накаляется, поэтому здесь просто из двух зон нужно выбирать меньшее. То есть война, как фактор, сегодня играет явно против Украины, против ее будущего. Украины, как более-менее целостного государства, как украинской нации, которая делает свой выбор в пользу европейских ценностей и так далее. Вячеслав, как вы оцениваете, насколько реально можно добиться ввода миротворческого контингента ООН на территорию Украины? И поможет ли это либо заморозить конфликт, либо добиться прекращения вообще каких-либо боевых действий и возвращения статус-кво Украины к тем территориям, которые были до аннексии Крыма и так далее? Вопрос ввода миротворческого контингента во многом зависит от позиции России по данному вопросу. То есть Россия бы хотела легализовать свои вооруженные силы, которые сейчас находятся на территории Донбасса под эгидой ООН. То есть ввести свой миротворческий контингент под эгидой ООН? Если, возможно, Россия найдет тут точки компромисса с Западом, что ее зона контроля будет обеспечена так называемыми российскими миротворцами, а то, что сейчас контролирует Украина, будет миротворцами других государств, возможно, Россия на это пойдет. Но Украина выступает против такого варианта, потому что... Потому что это фактически означает де-факто потери этих территорий. Мы знаем, как себя повели российские миротворцы в Абхазии, в Южной Сети, как себя ведут сейчас в Приднестровье. То есть фактически это не миротворцы, а вооруженные силы одной из сторон конфликта. Поэтому для России принятие российских миротворцев это фактически признание потери данной территории. Что касается эффективности миротворцев... Для Украины признание российских миротворцев. Да, российских миротворцев как потеря этой территории для Украины. Что касается эффективности иностранных миротворцев, то тут можно сказать о примере Балкан, войн на территории бывшей Югославии, что миротворцы в полной мере не способствовали прекращению боевых действий. Например, трагедия Сребреницы проходила на фоне присутствия голландского миротворческого батальона, и серба в это не сдержала, при том, что возможности сербов и русских совершенно несопоставимы. Поэтому сказать, что наличие западных миротворцев, даже западных, мы не говорим про каких-нибудь иорданцев или малазийцев, которым вообще конфликт в Украине безразличен, способен точно прекратить боевые действия. Нет, пока речь об этом не идет. И если мы обращаемся к аналогии тех же Балкан, то боевые действия были прекращены путем принуждения сербской стороны к миру, путем ударов НАТО в той же Боснии. То есть, поэтому мне кажется, что в наших условиях единственный вариант прекращения боевых действий и переход к диалогу, это принуждение боевиков, и стоящих за игрой России, к реальному диалогу, принуждению к миру. Что в условиях Донбасса, возможно, требует нанесения им хотя бы локального, но военного поражения, чтобы они не видели перспектив военного решения конфликта. А для этого мы должны где-то выиграть крупное сражение. То есть, или освободить какую-то территорию, в любом случае показать боевикам, что украинская армия способна оказывать сопротивление, способна наносить им чувствительные потери. И, соответственно, стоит идти с Украиной на соглашение на реальное урегулирование, потому что они могут потерять даже то, что и у них есть сейчас. Но в этом случае мы нарушим те самые минские договоренности. А с другой стороны, с кем мы подписали минские договоренности? Мы не подписывали их с ДНР и ЛНР. Вот вы понимаете, в чем проблема минских соглашений? В том, что Украина взяла на себя обязательства перед международным сообществом, а боевики реальных обязательств не взяли. Поэтому, фактически, это односторонние соглашения, и если Украина на них пойдет, то мы будем терять территорию дальше. Не секрет, что в значительной степени наши позиции держатся благодаря той же артиллерии. Если артиллерия будет отведена, то позиции будут потеряны. Мы потеряем свои территории, мы потеряем своих граждан и потеряем своих военнослужащих. Поэтому, с точки зрения Украины, одностороннее выполнение минских соглашений недопустимо. То есть, если будет механизм, который заставит боевиков их выполнять, тогда можно говорить о том, что и Украина может пойти на выполнение. Но, видимо, с точки зрения России было важно навязать Украине эти обязательства, а дальше при каждом удобном случае показывать, что Украина их не выполняет. Либо, если Украина вдруг решится их выполнить, тогда Украина понесет потери в территории и в своих гражданах. Ну, вот уже депутат от блока Порошенко Денисенко прогнозирует то, что все-таки будут далее вводиться, возможно, даже военное положение в Украине. И это подтверждает в том числе и намерение президента подать изменения к закону о военном положении в Верховную Раду. И, кроме того, он произнес такую фразу, что, возможно, дойдет даже до наземных каких-то ударов с воздуха летом. Ну, вот почему-то называется именно летом. То есть, вот несколько месяцев должно пройти для того, чтобы какие-то удары с воздуха тут начали наносить, я так понимаю, силы США или как? Вот как вы расцениваете это заявление? Что этим хочет сказать Денисенко, представитель блока Порошенко? Ну, вот я поддержал бы Вячеслава в его общей логике. Действительно, пока мы все-таки не покажем дееспособность украинской армии, эти ребята не остановятся. И тем более, вы видите, что многие наши партнеры говорят о том, что Россия должна заплатить дополнительную цену, но пока дополнительную цену платит Украина. И мы же должны еще вспомнить о Будапештском меморандуме, а кто нам гарантировал территориальную целостность Украине как субъекту международного права? Как раз две могучих державы – это Соединенные Штаты Америки, Великобритания. И третья могучая держава – это Российская Федерация, которая напрямую нарушила эти соглашения. И наоборот, вместо гарантии она нарушает сама эти наши основы территориальной целостности. Поэтому, что сегодня может остановить Путина? И вот военное положение, я, кстати, считаю, что это не самый лучший вариант. Ну, по крайней мере, вот из того, что мы обсуждали в экспертных кругах, ну, мало таких вот очень ярых сторонников военного положения. Во-первых, это же ограничение прав и свобод человека, понимаете? То есть, а что оно принесет? Ну, хорошо, будет у нас комендантский час в Харькове. Это что, каким-то образом сильно повлияет на события на Донбассе? Навряд ли. Тут другой момент, я думаю, ключевой, вот в продолжение мысли Вячеслава. А что вообще может остановить? Что нам обеспечить вот такую масштабную победу военную? Я думаю, что как раз вооружение, новый тип вооружений, который есть, скажем, у Соединенных Штатов Америки, ну, у Западного мира. То есть, поставки, так называемого, летального оружия? Конечно, летального оружия. Ну, что, нам уже деваться некуда. Вот Тарас Березовец... Именно с целью обороны тут надо подчеркнуть. Да, конечно, конечно, с целью обороны. Вот Тарас Березовец вчера очень правильно же заметил, что последний аргумент против предоставления летального оборонительного оружия исчез после событий в Дебальцево. Все. То есть, ребята нарушили, они сказали, что, грубо говоря, чихать мы хотели на эти минские договоренности. Мы там как спостерегачи, они как сторона конфликта, они же как говорят, да, россияне. Поэтому мы ни за что не отвечаем, пусть Украина и раслюбывает. Поэтому сегодня, вот, я думаю, что сегодня от слов надо переходить к делу. И, насколько я вот знаю, тоже большинство экспертов сходится во мнении, что пока Украине не будет предоставлено оружие реальное, которое может, ну, обеспечить нам масштабные победы в плане обороны своих территорий, Пока российская сторона не понесет реальных потерь, к сожалению, ожидать их доброй воли, россиян, не приходится. Вячеслав, не считаете ли вы, что поставки этого летального оружия наоборот усугубят ситуацию? Вряд ли. То есть, если бы Россия хотела пойти на прямую масштабную агрессию, она бы уже пошла. И вряд ли поставки западного вооружения, причем оно, скорее всего, будет, если будет очень дозировано, радикально повлияют на решимость России идти на полномасштабную войну. Скорее, такое вторжение возможно, ну, в силу каких-нибудь иных обстоятельств. И тут как раз, если уж Россия пойдет на глобальное вторжение, желательно это вооружение Украине иметь, чтобы оказать более достойное сопротивление российской армии. А при каких условиях Россия пойдет на это вторжение, как вы считаете? Когда она не будет видеть, ну, я имею в виду именно Кремль, давайте говорить все-таки так, что именно Кремль, скорее, а не Россия. Все-таки там есть люди, которые против войны в Украине. Путинский режим, давайте. Путинский режим. При каких условиях он может пойти, вот зная, что летальное оружие нам не предоставили, это вероятность выше, или наоборот, если нам предоставляют летальное оружие? С точки зрения российской агрессии, российское руководство в Кремле будет смотреть ожидаемые затраты и ожидаемый выигрыш, и риски. То есть, чем выше риски, в том числе и благодаря наличию Украины современного оружия, тем меньше вероятность вторжения. То есть, чем выше риски, тем выше ожидаемая жертва среди российских военнослужащих, ожидаемые материальные потери. То есть, тут какая ситуация, что мы своей слабостью провоцируем агрессию. То есть, вы считаете, что тому же Путину не все равно, сколько российских солдат погибает в Украине? Точно? А потому что сейчас пока... Их же даже не признают никаким образом. Конечно, но и масштаб более ограничен. То есть, при полномасштабных боевых действиях на территории не только отдельных районов Донбасса, а, допустим, всей Восточной Украины, ожидаемые потери российские будут гораздо выше. И если этот конфликт затянется, потому что, конечно, хорошая, быстрая победа. Знаете, как Гитлер присоединил Австрию бескровно, Аншлюз или Чехию. Вот такие победы, они популярны у наций, особенно у наций, склонных к авторитаризму. А если конфликт переходит в формат Афганистана или Вьетнама, когда каждый год государство теряет много своих граждан, тратит колоссальные средства, а конца и края этому не видно, то тут уже население начинает задумываться. И в то же Советском Союзе афганская компания перестала пользоваться популярностью. И в США были активные выступления во время войны во Вьетнаме. Поэтому, с точки зрения России, если будут реальные угрозы для российского режима, от российского же народа, которому резко разнравится восстановление русского мира, то, конечно, привлекательность такой операции для Кремля снизится. Но для этого Украина должна бы показать, что она способна эффективно обороняться. В принципе, сейчас мы уже стали сильнее. Вот я помню, что было в марте с нашей армией и что сейчас. Это две большие разницы. То есть, возможно, со стороны Путина была глобальная ошибка, что Восточная Украина не была захвачена в марте прошлого года. Когда объективно тут мог быть в той или иной степени крымский сценарий. Сейчас ожидаемые издержки вот такой агрессии со стороны России будут существенно выше. И риски будут существенно выше. Поэтому это может являться сдерживающим фактором для Кремля. Тут надо еще учитывать тот фактор, что среди сепаратистов, в том числе в Харькове, какое-то разброт и шатание пошли. Потому что мы видим по тому, как тот же Стрелков пишет, что один из лидеров Харьковского антимайдана якобы взял деньги и улетел в Россию и так далее. Это Константин Болгов, да? Вы считали это? Да. Как вы это прокомментируете? Действительно ли именно это спасло нас от судьбы Донбасса? Ну, не только это. А почему мы так нивелируем значение харьковчан как граждан Украины? Мы все-таки, я считаю, что кризисный момент... Они считают, что вот именно из-за этого провалилась русская весна в Харькове. Ну, это они так считают. Они так считают. Реально, все-таки в Харькове, мне кажется, намного... То есть вы поняли, дело в деньгах, вот они вот считают. Понятно, понятно, я понял, что. Они признают это, что дело в деньгах. Сколько-то денег, они бы тут перевернули вверх дном Харьков, грубо говоря, да? Ну, я думаю, что это очень самонадеянные такие настроения. Главная причина, почему Харьков устоял и сегодня, в общем-то, является проукраинским городом, я считаю, что здесь все-таки более украинское население, так, в ментальности своей, будем так говорить. Слобожанская ментальность, она все-таки это украинская ментальность. Это главная причина. И здесь, в общем-то, основная часть граждан, они к Украине настроены намного более лояльно. Они считают Украину своей родиной. И украинское государство при всей критике, правильной критике в его адрес, они все-таки не ставят под сомнение. На Донбассе там превалирует локальная ментальность. К сожалению, давайте говорить прямо, мало с ними работали, чтобы воспитать в них украинское начало. Я сам с Донбасса и знаю просто эту ситуацию изнутри. Почему нас воспитали? Вот у нас был на весь город, наверное, одна вчителька украинской мовы, яка действительно выховывала патриотизм до Украины, сам и до Украины. И на выходе же мы и получили, что воспитали этот патриотизм. А на Донбассе в целом, в общем-то, этим мало кто занимался. Поэтому люди, действительно, я, наверное, соглашусь со многими коллегами, что это какой-то осколок Советского Союза в ментальном плане. Они себя не считают ни Россией, по сути, ни Украиной, по большому-то счету. Вот они марят, я кто скажут, этим радянским минулым, а реально-то оно уже никогда не верно. То есть вы считаете, что угрозы тех же террористов, Захарченко и так далее, пойти взять Харьков, что здесь много сторонников, которые готовы взять оружие? Не-не-не, это все очень такие демагогические заявления. Сторонники какие-то есть, это тоже надо признать. Есть там на уровне до 10%. Вот, насколько я знаю, все социологические исследования, больше 10% они не дают. Но это тоже много, чтобы вы знали. 10% это достаточно, чтобы... Это не именно активных, это всех, вот, если брать, да? Всех, да. Активных, я думаю, процента два, если наберется. И это, кстати, слава Богу. Потому что иногда, понимаете, как получается, что вроде бы, вернее, большинство за, а вот это меньшинство активное, иногда даже маниакально активное, оно может навязать волю вот этому большинству. К сожалению, бывает и так. Но я думаю, что сепаратизм не пройдет. Все надо сделать для того, чтобы все здоровые силы Харьковщины объединились в этой ситуации, чтобы мы консолидировались и поддерживали курс нашего государства, верховного главнокомандующего. И при всей критике, я же говорю, никто сегодня, наверное, в ладоши не хлопает, но, тем не менее, другого у нас нет. Нам нужно объединяться, выстоять, а потом уже начинать строить новую жизнь. Вячеслав, как вы считаете, насколько реальна эта угроза со стороны тех же террористических ДНР и ЛНР за наступление на Харьков или более реально со стороны Белгородской области? Значит, смотрите. Во-первых, действительно, можно сказать о сторонниках. Сторонников ДНР и ЛНР в Харькове не так и много. Плюс стоит учесть, что зачастую это люди старшей возрастной группы. То есть они хороши для митингов, для референдумов, а в условиях открытого конфликта вооруженного от них толку мало. И очень хорошо, что в Харькове молодежь преимущественно настроена проукраински. Это очень важный фактор. Что касается наступления со стороны Донецка на Харьков, мы понимаем, что между Донецком и Харьковом находится украинская армия. Довольно многочисленная. При всех наших проблемах. При том, что 23 года независимости армия находилась на задворках украинской политики, финансировалась по остаточному принципу, своими прямыми обязанностями практически не занималась, то есть находилась в перманентном кризисе. Тем не менее, наша армия довольно многочисленна, в том числе и благодаря мобилизации. Она уже получила практически боевой опыт. И даже события в Дебальцево, то есть где исходно наше положение было крайне тяжелое, практически полуокруженное, тем не менее, ситуация разрешилась, хоть и не без потерь, не без ошибок, тем не менее, гораздо лучше, чем в Иловайске, скажем так. Поэтому мы видим, что украинская армия мужает, становится сильнее, и чем дальше, тем тяжелее боевикам продвигаться. Ну, не говоря о том, что уже внутренние людские ресурсы Донецка и Луганска не исчерпаны. Чтобы воевать с украинской армией, и тем более наступать на нее, необходимо все больше и больше привлекать российских военнослужащих. Соответственно, угроза для нас фактически, можно говорить, не исходит ни от Захарченко, его марионеточной ДНР, а от Российской Федерации. И тут уже все зависит от того, знаете, можно сказать так, как проголосуют тараканы в голове у одного человека в Кремле. То есть, будет наступление со стороны Белгорода, это будет тяжелая ситуация. Будет ли наступление со стороны Донецка, тут лучшая ситуация. Для него тоже риски, приобретая открытое вторжение со стороны, собственно, Российской Федерации, это возможные издержки со стороны Запада, и, возможно, даже очень серьезные. Но если у него тараканы поддаются хоть какой-то логике, то будем допускать, что если вдруг поддаются, то, по идее, ему нужно было бы именно соединить Россию с Крымом через Мариуполь и так далее. Это, наверное, важнее было бы для него сейчас. То есть, для этого необходимо захватить, по крайней мере, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, довольно крупные тоже города. И мы видим, что пока и с Мариуполем у боевиков не очень получается. Во-вторых, мало того, что их захватить, надо еще удерживать этот коридор. То есть, это серьезная, сложная операция, и, главное, затратная. То есть, скажем так, дешевле снабжать Крым самолетами, даже там до последней картошки и пшеницы, чем удерживать этот коридор. Поэтому такое вторжение, хоть и вероятно, но, скажем так, малорентабельно. Если уже идти на полномасштабное вторжение на территорию Украины, то надо идти с решительными целями. То есть, не один коридор, а уже при наличии сил и средств. А мы должны понимать, что российские силы и средства, они тоже не безграничные. Тает, тает. То есть, поэтому не все так просто с точки зрения российского вторжения. А как вы расцениваете то, что вот сейчас они гордятся в России и в Кремле буквально, что рубль опять начал расти, а гривна продолжает падать и так далее? Вот на этом фоне тоже начинают спекулировать и говорить о том, что Россия добивается каких-то побед. Но им же нужно какие-то предъявить контраргументы. То есть, ситуация там тоже не... Победа ли это? Конечно. Ну, я не думаю, что это временные, наверное, какие-то явления. Временные. Им нужно что-то предъявить. Видите, есть такая сегодня даже теория, в общем-то, что вся эта война, она ориентирована на внутреннего потребителя российского. То есть, им уж нужно показывать, вот власть у нас, славный президент и так далее. То, что падает уровень жизни, ну, шкала ценностей другая. Видите, они готовы голодать, но говорить, мы представители великой империи, да? Для нас это, наверное, непонятно, и у нас власть не имеет признаков сакральности. В то время как там, наоборот, ореол вот этой патриархальности, власти, какой-то, наверное, какого-то имперского величия до сих пор, к сожалению, сохранился. Это, кстати, одна из причин непонимания и, наверное, на сегодняшний день отчуждения между нашими народами. К сожалению, вроде бы мы имеем единые корни, но, видите, Украина, она всегда шла путем самоврядувания, а Россия всегда шла путем построения абсолютной централизированной власти. И, к сожалению, вот сегодня мы, мы, в общем-то, понимаем, что это не столько теория, сколько уже практика. Видите, реальные события не подтверждают вот эти идеи, которые еще, кстати, Костомаров описал в работе «Две русских народности». Президент России Владимир Путин представляет реальную актуальную угрозу для Эстонии, Латвии и Литвы, а НАТО должно быть готовым отбить любую возможную агрессию со стороны России. Об этом сегодня заявил министр обороны Великобритании Майкл Феллон. И НАТО должно быть к любому виду агрессии быть готова. От этого также зависит судьба, по сути, Европы и США, и Великобритании, и, в общем, всех западных стран. Вот как вы считаете, действительно ли настолько Кремль готов пойти дальше вот именно на европейские страны и начать там гибридную войну? Есть даже такие уже сообщения, что в той же Германии в социальных сетях появляются какие-то там сообщества народных республик очередных уже на территории самой Германии, якобы. Знаете, мне все-таки кажется, что вряд ли. Дело в том, что российские, как я сказал, ресурсы ограничены, и Россия и Евросоюз с США это просто противники разной весовой категории. Достаточно посмотреть либо на численность их населения, либо на внутренний валовый продукт Евросоюза с США и России, или даже на численность вооруженных сил. То есть американская армия больше российской. Вот только одна американская, не говоря уже о европейских армиях. То есть Россия для Запада слабый противник. То есть она наглой, она может напугать отдельные европейские страны, которые уже отвыкли от того, что есть угроз. Например, Германия и Франция. Они хотят жить в мире, хотят наслаждаться богатством. Конечно. Хотят торговать с Россией, зарабатывать на этом деньги. Они не хотят с ней воевать. Но России тоже страшно. России страшно. То есть они пока, Россия может себе позволить блефовать, но если дойдет до реальной конфронтации, хотя бы в формате холодной войны, то для России это закончится трагичнее и быстрее, чем для Советского Союза. Потому как возможности Советского Союза и стран Варшавского договора были не столь меньше, чем у стран Запада, у блока НАТО, чем сейчас отношения между современным НАТО и Российской Федерацией. Ну, чтобы было понятно, можно... Но в России очень демонизируют НАТО. Вот в то же время это организация, которая за последние годы все более и более становится гражданской. Да, но это делается намеренно, потому что нужно искать внешнего врага для того, чтобы объяснить свою недееспособность в плане налаживания нормальной мирной жизни. Я считаю так. А вот в продолжение я могу сказать, чтобы просто зрителям было понятно весовая категория России. Вот в экономическом плане Россия, примерно экономика России, эквивалентной экономике Италии. Вот по уровню. Так вы посмотрите на карту. Махина Россия и сапожок, как мы говорим, Италия. Вот и все. Поэтому они могут все что угодно говорить, блефовать и так далее, но реальных ресурсов не так много. И они же улетучиваются, потому что, по сути, есть такой прогноз. До осени запас прочности, пока вот они могут держать стабильность, еще как-то финансировать вот этих ребят, там, Захарченко и так далее. А потом будут проблемы. Будут проблемы. То есть у них задача вот за этот период до осени додавить украинское заморство. Да, вот каким-то образом что-то туда. Какие-то выкрутить дивиденды для себя, чтобы оправдать это же хотя бы хоть как-то отторжение. Вызвать побольше паники у населения, побольше недоверия к власти, побольше каких-то панических настроений. Очередной майдан какой-то организовать. Не столько вообще, вот как мы должны понимать, адресат этого всего, не столько украинцы, хотя они там, наверное, с наслаждением там иногда припечатывают. Я говорю о другом, что адресат этого всего, этой политики, это внутренний российский потребитель. Все. Это вот граждане, которые должны видеть, что вот есть угрозы, а есть великий лидер, который с ними справляется, и который возрождает величие империи, и так далее, и тому подобное. Вот как бы в этом основной смысл. То есть компенсировать. Ну а адресат тогда, когда Путин заявлял о том, что в Украине украинская армия воюет с вчерашними трактористами и шахтерами. Ну это бравада тоже такая. Если это адресат россияне, то россияне знают, что их солдаты, родственники, знакомые и так далее, воюют на Донбассе, и глава нации называет трактористами и шахтерами. В том-то и дело, что не все россияне еще вот как бы опомнились. В том-то и дело, что кто опомнился? Креативный класс. Вот посмотрите, кто сегодня поддерживает даже в наших СМИ Украину. Это какие-то продвинутые журналисты, блогеры, вот именно представители интеллигенции. А в основном люди, которые основная масса, они же зомбированы этим телевидением. Они, ну как, они думают, что они спасают Украину от хунты. Вот то, что делают здесь русские добровольцы. Они спасают Украину от хунты. Вот их как бы, их картина мира, их мышление. То есть, и для этой цели, все средства хороши, да? Вот так считаете? Ну, в каком-то смысле. Понятно. Спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были Вячеслав Целуйко, военный эксперт и политолог Игорь Полищук. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Продолжение следует...